Бывшее здание типографии на улице Решильевской вопреки протестам одесситов будут сносить. Незаконную стройку на месте исторического объекта прикрывает городская власть, областная администрация и Министерство культуры. На улице Решильевской возле дома номер 47 поставили забор. Здание, где размещалась одна из старейших в стране типографий, основанная в 1883 году Ефимом Офиценко, нашей власти не нужно. Вместо него компания Одесса-Сити собирается построить жилой дом с подземным паркингом. Участок находится в границах исторического ареала города, и для строительства в нем необходимо разрешение Министерства культуры и информационной политики. В базе данных ведомства нет информации о выдаче разрешения на проведение работ. Не согласовано оно и с областной государственной администрацией. Соседний дом – памятник архитектуры, и новое строительство рядом с ним закон не допускает. Нужно не допустить сноса этих памятников любыми способами. Ждем реакции всех, кого только возможно. Для того, чтобы защитить и вернуть статус памятников, для того, чтобы эта стройка не произошла. У нас, в принципе, есть все возможности, законные возможности для этого. Просто нужно не допустить. Это компетенция местной власти, компетенция облгосадминистрации, в первую очередь, которая сейчас у нас в связке, находится фактически с городским советом. Охрана строительной компании окружила площадку перед зданием и не позволила горожанам помешать установке забора. Разрушать историческое наследие своим бездействием застройщику помогали и так называемые правоохранительные органы. Послушная городской власти и бизнесу одесская полиция стояла в стороне. Только по настоянию общественников полицейские на некоторое время приостановили работу. Представитель застройщика принес какие-то документы. Как выяснили активисты общественной организации «Зеленый лист», на бумагах не было подписи и печати. В таком случае происходит захват территории при участии городской власти.